В городе над Сожом проходят митинги и урочистости. Мир на небо у далекие сороковые каштовало белорусам у агульной колькости коля трех миллионов життёв. Память белорусских переможцев ушановали на аллее героев. Сюда прибыло керауниство города и в области, депутатский корпус, проставники працонных коллективов и гомельская молоть. Гомель был первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Гомель весь в руинах, где осталось всего лишь несколько жилых домов. Но гомельчане справились. Они отстроили город, они запустили все производства и возродили гомель из пепла. Беларусь знает цену победы, поэтому она не начинала ни одну войну, не начинала ни один вооруженный конфликт. И наоборот, всегда Беларусь выступает площадкой для мирных переговоров. Неважно, в какой стране мира они происходят. Наша задача – сохранить этот мир для наших будущих поколений. В вынику гомельско-рычицкой операции, якая вялась с 10 по 30 листопада 1943 года, войски Беларуського фронта успехово прорвали оборону в полосе шириной 100 километров и прошли в глубину на 130 километров. Але за эту перемогу отдали своё житё 21 650 бойцов, командиров и политработников. Многим героям войны не было и 20. У их памяти на площу паустанья запалили лампады.